Жители Подмосковья должны знать, на что тратятся деньги региона. Московская областная дума утвердила трехлетний бюджет на 2016-2018 годы. О приоритетных направлениях главного финансового документа рассказал на пресс-конференции областной депутат от фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин. Он отметил, что бюджет формировался программным методом, то есть расходы будут реализованы через 16 программ. «Он максимально прозрачный. Более 96% денежных средств расписаны в программах. А это что значит? Это значит, что невозможно куда-то в течение года перенацелить денежные средства, не меняя, не внося изменения в бюджет». Бюджет Московской области остается социально ориентированным. Большая часть расходов направлена на социально-культурную сферу – 281 миллиард рублей. Это порядка 69%. «В этих социальных расходах это составляет 281 миллиард. 54 миллиарда запланировано на льготы различным категориям льготников Московской области». В целом расходная часть бюджета в 2016 году составит более 406 миллиардов рублей. Доходы составят около 371 миллиарда. «Над бюджетом работали в течение полугода. Мы должны очень эффективно использовать каждый рубль в бюджете, потому что действительно время санкций дает о себе знать. Нам нужен такой разгон, чтобы перейти на самообеспечение, на импортозамещение». Что касается бюджета на 2017-2018 годы, то доходы Подмосковья, как ожидается, могут превысить 385 миллиардов рублей в 2017 году и 410 миллиардов в 2018. Отметил Владимир Шапкин и то, что одним из основных параметров бюджета является выравнивание бюджетных доходов в муниципальных образованиях региона. «Здесь мы также сбалансировали бюджет в рамках субсидий и субвенций муниципальных образований. Одинаково должно быть и образование, и медицина, и социальное обслуживание». Еще одна особенность бюджетной политики – это софинансирование. Вступая в программу, муниципалитеты обеспечивают себе значительную поддержку в реализации важных социальных и экономических проектов. «Детализация по объектам будет чуть позже, когда профильные министерства проработают этот бюджет с точки зрения конкретных объектов. И я думаю, что в ближайшее время мы, принимая бюджет муниципальных образований, поймем уже конкретно, что и где у нас будет строиться». Так работа по формированию бюджета Щелковского района активно ведется с лета. Он также формируется программным методом. «Самое главное, что тоже отметили депутаты, что бюджет Щелковского района тоже имеет социальную направленность. И порядка 70%, даже несколько, наверное, больше у нас идет именно на социальную сферу. То есть это образование, это культура, это спорт, это то, что предполагает улучшение жизни населения». «Хотелось бы, чтобы у нас те задачи, которые мы ставили перед собой, были реализованы школы в микрорайоне Солнечный, в данном случае для Щелкова в Медвежьих озерах. Это новый мост через реку. Это снова программа благоустройства дворов». Олеся Богданова, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».